Пострадавшего Данила Харлова выписали из Лобинского ЦРБ на днях. Мать ни на шаг не отходит от кровати сына. Подросток страдает от приступов эпилепсии и обучается медленнее своих сверстников. Специалисты рекомендовали мальчику больше гулять и общаться с другими подростками. Но последняя прогулка закончилась травмами и не только душевными. Они кричали? Кричали. А что говорили? Ну, говорили, какую-то девочку толкнул. Но я не знаю ни какую девочку. В тот день мальчик вместе с младшим братом пошли в сквер и смотрели на воду в своем любимом месте. По словам очевидцев, все произошло именно здесь. Данил вместе со своим младшим братом лежали на шезлонге. Но когда собрались идти домой, к ним подошли двое неизвестных. И завязалась драка. Данила ударили, он упал, потерял сознание. А младший брат стал кричать и звать о помощи, но никто не пришел. После драки подростки поспешили скрыться. Правда, один из них перед тем, как убежать, вызвал скорую. А младший говорил, что нельзя этого делать, что у него эпилепсия. Они все равно продолжали. Он, получается, был без сознания. Потом его в реанимации перевели в сознание, потом уже в травму перевели. Врачи установили, что у Даниила закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение мозга, слома нос и многочисленные травмы во рту. Сейчас мальчик принимает выписанные лекарства и много отдыхает. Пока мы лежали в больнице, нас возили на судебную экспертизу. Судебная экспертиза пока не готова. Она будет готова в течение 20-30 дней. Спасибо всем людям, которые поддерживали, помогали, поддерживали. Спасибо всем большое. Личности пострадавших установили в тот же день, но все они несовершеннолетние и задержать их не могут. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело. О конкретном наказании можно будет говорить после разбирательств. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нападавший может грозить до 8 лет тюрьмы. По мнению психологов, в переходном возрасте энергию ребенка важно направить в нужное русло. К примеру, можно записаться на спортивную секцию, а родители со своей стороны должны рассказывать детям о возможных последствиях за свои поступки.